Приветствуем, дорогой друг! Мы вновь рады встретиться с вами на части исследования Священного Писания. Мы продолжаем исследование книгу Псалмов. В ней поднимается немало интересных вопросов, не только простых, но и сложных вопросов, на которые мы пытаемся найти ответ. Не всегда оно получается. Сегодня будут подняты тоже не очень простые вопросы, на которые я не могу гарантировать, что мы найдем полностью ответ на эти вопросы, но тем не менее мы будем искать на них. Я хочу затронуть один вопрос, который задала одна из, я так понял, одна из слушательниц наша, я надеюсь, постоянно. Вопрос о том, можно ли простить человека. Да, как христиане мы понимаем, что Христос или Бог призывает нас к тому, чтобы это случилось в нашей жизни. Всегда сложно простить тогда, когда мы проходим через то, что мы называем предательство. Так я понял из комментария этого человека. Чтобы долго не рассуждать на эту тему, я хочу дать вам только один совет. Не заставляйте себя прощать человека. Если вы будете заставлять себя, у вас почти не получится. Отдайте это в руки Бога. Молитесь о том, чтобы Бог помог вам, во-первых, успокоиться, а во-вторых, переосмыслить всю ту ситуацию, которая произошла в вашей жизни. И тогда Бог поможет вам. Бог поможет вам простить. Он даст вам силы, он найдет возможность, время и место, как это придет в ваш разум и в ваше сердце. Но тогда, когда Бог это сделает в вашей жизни, во-первых, вы обретете мир для самого себя. А когда вы обретете мир для самого себя, вы сможете простить. Итак, мы приступаем к исследованию или к рассуждению над теми сложными вопросами, о которых я говорил. Я их не буду озвучивать, так как это прерогатива нашей ведущей на царе Цоневой. И, как в прошлый раз я говорил, что мы живем пока на грешной земле, и мы подвержены болезням. Но болезнь – это вещь временная, поэтому сегодня вместе с нами Артур Голстян и я, Константин Костенко. Итак, с Божьей помощью мы приступаем. Ты, Костя, подчеркнул тот момент, что мы живем на грешной земле, и этот несовершенный мир, вот на нашей прошлой беседе мы говорили о глобальной проблеме несправедливости, с которой мы постоянно, точнее, не на предбеседе, с которой мы постоянно сталкиваемся здесь. И это вызывает огромное непонимание у большого количества людей, мне кажется, у каждого, живущего на земле. И вот этот несовершенный мир фактически для верующего человека это чужая земля, чуждая ему земля. И все, что его здесь окружает, оно воюет против верующего человека, оно враждебно ему. И вопрос, как жить жизнью веры на этой грешной земле, как оставаться верующим человеком в разных жизненных ситуациях, этому сегодня будет посвящена наша беседа, и это, мне кажется, довольно-таки сложный вопрос для каждого человека. И я бы хотела, чтобы мы с вами начали с довольно-таки, с одной стороны, мне кажется, простой темы, а с другой нет. Смотрите, ведь каждый человек иногда в своей жизни берет на себя смелость давать определение такому понятию, как «что такое грех». Почему, я говорю, берет на себя смелость? Потому что я была свидетелем несколько раз того, что человек определял грехом то, что Библия грехом не называет. То есть фактически человек сам на себя берет смелость говорить другому, «Это грех, не смейся, потому что это грех». Читать светскую, не смейся громко. Например, когда Кальвин был в Женеве наставником, это была очень мрачная часть времени, где действительно веселье, оно было под запретом. Читать светскую литературу тоже многие люди долгое время считали грехом. Ходить в какие-то спортивные секции тоже говорили, что это грех. То есть Библия об этом не говорит. Но человек берет на себя смелость определять это как грех и указывать именно этот момент для других людей. Поэтому давайте мы начнем с этого момента и определимся, что же сама Библия называет грехом. Не человеческое представление. Я считаю, что ты ведешь себя как грешник. А что Библия называет грехом? Грех, во-первых, это прежде всего, это отступление от Бога. А вообще, если на языке оригинала вообще истолковать, грех это буквально, если перевести, это означает непопадание в цель. То есть есть цель, и ты в эту цель не попадаешь. А цель — это Бог, цель — это его святость, цель — это его воля. И вот когда ты не идешь по этому пути, вот это в принципе можно назвать, что это и есть грех. Но это в глобальном плане. Но Священное Писание, ты понимаешь, оно как бы делит грех на два таких статуса. Во-первых, грех — это как твой статус, мой статус, статус любого человека. То есть мы по природе уже грешники. То есть я ничего плохого еще не сделал. Я просто родился, но я уже по статусу грешник. Но с другой стороны, грех — это проявление неправедных поступков, нарушение конкретных заповедей. Вот это все тоже рассматривается в Священном Писании как грех. Нарушение заповедей, любой из десяти заповедей — это грех. И не следование путем, который определяет Бог для человека, да? Да, Божьей воли, да. То есть у человека сказано тебе, что есть добро, да? Да, да. То есть это отступничество, это вызов Богу может быть так же. Вот грех — это так же вызов, когда ты бросаешь вызов Богу. Но это явный такой уже открытый грех. Но коротко в Священном Писании написано, грех есть беззаконие, да. Да, вот почему я сказал, Константин, что есть два таких понятия. Когда вот человек только родился, но уже ничего не сделал беззаконного, ребенок. Ну, я имел в виду то высказывание уже для осознательного человека. Да, вот я поэтому говорю, есть грех, что ты по статусу своему греховен, а есть грех, который проявляется в твоих вот таких аморальных поступках. Да. Дерзких поступках, бездравственных поступках, грубых поступках. Вот это тоже, в принципе, Священное Писание обозначает как грех. Спасибо. Даже я больше скажу. Иакова, помнишь, написано, если ты кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть, если я могу делать добро и при этом не делаю, фактически это тоже Священное Писание обозначает как грех. Равнодушие к нужде другого человека. Да, однозначно. Потому что когда Христос рассказывал притчу о Самарянине, который проявил сочувствие к человеку, который нуждался, первые два, которые прошли, они попадают под осуждение, потому что они могли бы, но в силу определенных обстоятельств не сделали. Хорошо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот мы точно знаем, что всякий грех является злом, потому что конечный результат греха — это смерть. И грех ведет к смерти. Если Бог не стоит между мной и моим грехом, у меня участь одна. Я попадаю под осуждение, и, следовательно, закон требует моей смерти. Всякий грех является злом. А является ли зло грехом? Всякое или зло мы можем назвать грехом? Интересно. Ну вот смотри, Артур, болезнь — это ведь зло? А, ты в этом плане. А, ну, но оно следствие греха. Катастрофы. Это зло? Да, но оно по-любому является, да, оно является следствием того, что грех существует на этой земле. Да, возможно, мы не можем поставить знак равенства, но это следствие того, что, в принципе, на этой земле царствует грех. Не было бы греха, не было бы болезни, не было бы землетрясений. Это так. Но часто два эти понятия переплетаются в жизни человека и взаимозаменяются. Тебя постигло зло, потому что ты грешник. Тебя постигла болезнь, потому что ты грешник. Вот друзья Ива, они подошли к нему с таким же вопросом. И я не думаю, что современное общество верующих, оно ушло от этого настолько далеко, чтобы не применять этот принцип. Мы часто, даже одна из наших встреч, я помню, что женщина писала в своих комментариях вот такую свою боль, что есть у нее проблема, и это тоже другими людьми рассматривается именно не как зло, которое, ну, есть в ее жизни, вот есть болезнь, а как грех, результат, вот она пожинает такой. Но здесь нужно поставить все-таки разницу определенную. Ты понимаешь, опять же, вот если есть болезнь, это последствия греха. Но не обязательно последствия твоего греха. Вот нужно вот поставить вот такую разницу. То есть наш мир, он заражен, он пропитан этим грехом. И если со мной что-то приключается, это не обязательно. Именно вот я что-то такое сделал, поэтому меня это постигло. Меня это постигло, потому что грех царствует на всей этой планете. Поэтому здесь нужно быть, ну, как сказать, таким тонко отличать вот эти грани определенные. Но в любом случае, если бы не было вообще греха, все равно и болезнь не будет. Конечно. Мы понимаем, что вот этот вот момент, он существует в условиях нашей планеты. Потому что на ней происходят вот такие массовые эпидемии, катаклизмы, разрушения, аварии. В общине моей, родной общине, была однажды такая очень большая трагедия. Погибла в аварии девушка. Это колоссальное зло. Но было ли это следствием ее греха? Да, вот об этом идет речь, конечно. Да, поэтому вот этот вот момент, да, его лучше различать, понимание греха. А что такое грех, когда это открытое восстание против Бога и неприятие божественного закона, и зло, которое, ну, приходит в жизнь человека. Оно бывает такое, но далеко не всегда зло идентично греху, чтобы вот эти понятия не смешивались. Давайте мы с вами откроем 73-й Псалом. Я бы хотела, чтобы мы прочитали с первого по четвертый текст. Для чего Божий отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажите Твоей. Вспомни сон Твой, который Ты стяжал издревле. Искупил в жезл достояния Твоего, эту гору Сион, на которой Ты веселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих. Поставили знаки Своим место знамени наших. Спасибо большое, Артур. И этот же Псалом с 18 по 23, до конца получается. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей. Собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Призри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный по срамленным. Нищие и убоги да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое. Вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих. Шум восставших против Тебя непрестанно поднимается. Спасибо большое. Вот этот псалом, два отрывка мы с вами зачитали, он содержит в себе описание такой большой трагедии, которую переживает псалмопевец, который переживает его близкий, его народ. Вот они проходят через огромную какую-то катастрофу, через какие-то потери. Вот мы можем точно назвать, что в их жизни приключилось горе, в их жизни приключилось зло. Он так это описывает, так эмоционально, так поэтично, и он говорит и о развалинах, и о том, что они потеряли все. И фактически можно сказать, что вот в жизни этого человека победило зло на данном этапе. Я не говорю, что окончательно, но на данном этапе трагедия большая. В его жизни победило зло, и вот он обращается к Господу, потому что определенный отрезок времени, и как бы даже беспросветность какая-то, потому что и вот это произошло, и вот это, и святыни разрушились. И он к Господу обращается и говорит, ну ты вспомни, Господи, мы ведь дети завета, мы вот с тобой. Смотрите, когда вот такой вот затяжной момент происходит в жизни человека, я думаю, многие это могут вспомнить, возможно, кто-то из нас проходил через вот такой этап, когда действительно эта трагедия не одного дня, не недели, а какой-то затяжной этап, и тебе кажется, что действительно какая-то победа негативная есть в твоей жизни. А Бога, ты в этот момент его тяжело почувствовать, он как будто бы отступил от тебя. Вот когда вот такой затяжной момент, значит ли это, что Бог отступил от человека? Потому что в это очень легко поверить, очень легко. Когда ты проходишь через какую-то трагедию, и нету ей конца, и нету решения, и обычно за собой тянутся еще какие-то моменты, и очень легко в этот момент поверить, что Бога рядом с тобой нет, Бог тебя оставил. Вот псалмопевец тоже иногда говорит, для чего ты, Господи, отринул нас, для чего ты оставил нас? Вот смотри, Наташа, тогда, когда автор Асав, но судя по тому, что он описывает, мне кажется, это не сам Асав писал, а его потомки уже, и то, что они описывают, это происходило тогда, когда по описанию тех событий, это было время, когда Вавилон на выходе на острове разрушил Иерусалим, разрушил святилище, вот, то, если человек обращается к Богу, и вот с такой речью, или с такими восклицаниями, или вопросами, но если человек оставляет Бога, к кому обращаться, если не к Богу? Тогда, когда Бог действительно оставляет человека, то и желания, наверное, обращаться к Богу уже нету. Почему? Потому что из истории тех людей, которые мы знаем, записанных на страницах Священного Писания, можно сделать вывод, что до тех пор, пока Бог рядом с человеком, пока у разума и сердце у человека открыты для того, чтобы Бог оказывал какое-то влияние, тогда человек послушно Богу обращается к нему, невзирая на то, в каких обстоятельствах он находится. Но тогда, когда Бог оставляет человека, вот, пример вам, живой пример Саула, тогда, когда Бог явно, мы видим, оставил Саула, он взывал к Богу? Нет. Он пошел искать ответы, но где? В данной ситуации мы видим, Асаф обращается к Богу. Это говорит о том, что, да, у человека есть вопросы, у человека нет ответов, но он обращается за ним к Богу. То есть, Костя, ты хочешь сказать, что если во время бедствия человек ищет Бога, это уже свидетельство того, что Бог находится рядом с ним, потому что он побуждает его искать? Ты, в принципе, очень правильно подметил исторический контекст, потому что здесь, на самом деле, речь идет о наказании Израиля со стороны или от руки вавилонян. И поэтому, вот, если до этого, ты помнишь, мы обсуждали, что, ну, не каждое бедствие, которое постигает человека, обязательно связано с его беззаконием. Но в данном случае мы видим здесь причинно-следственную связь. Потому что, однозначно, пророки говорили о том, что если Израиль не покается, то он попадет в плен вавилон. Поэтому здесь мы видим исключительно причинно-следственную связь. То есть то, что ты посеял, то и пожинаешь. Но твой вопрос очень интересен. Но даже вот в такой ситуации, я виноват, я согрешил, я отступил, оставил ли меня Бог? Вот я оставил Бога. Раз я попал вот в такую ситуацию, конкретно вот в этом контексте, мы именно в этом контексте сейчас говорим, я отступил от Бога, я нарушил. Но другой вопрос, а Бог меня оставил? И вот когда мы рассматриваем вот чисто исторически, вот исторические подходы вот к этой ситуации, то мы видим, что Бог их не оставлял. Потому что даже вот Иеремия им проповедовал, помните? Иеремия проповедовал, что что вы должны сделать, да? Иеремия говорит, что вы попадете, в принципе, в плен. Но для того, чтобы вам там хорошо жилось, вы должны принять и обратиться к Богу, и сдастся, в принципе. Это была такая вещь, которую сложно с этим согласиться где-то, с человеческой точки зрения, да? Для них это было вообще немыслимое. Пророк говорил, и в принципе, ладно, все это же сбылось. Они попали в плен. Они должны были убедиться, что Иеремия, в принципе, все говорил правильно. Но теперь в плену должны были они покаяться? Должны. Оставил ли их Бог? Нет. Потому что Бог посылает уже к пленным пророка Иезекииля. Там Иомус был. Да, то есть Бог их не оставляет. Уже находясь в плену, Бог направляет к ним пророка Иезекииля, чтобы они там обратились. Но даже будучи находясь в плену, они опять не обращаются. Не обращаются. И вот мы знаем, что во время третьего нашествия уже на выходе Носора происходит то, что здесь описано. Произошло. Разрушили город, разрушили храм. Более того, Иезекииля он отправляет к простому народу. В то же самое время Данила отправляет в царские чертоги. То есть Бог работает как бы на два фронта. Подготавливает с одной стороны царя, с другой стороны подготавливает народ. И, между прочим, царя намного было проще обратить языческого, чем свой же народ, который уже оказался в плену, который отлично помнил, о чем им говорил Иеремия. Поэтому в данном случае, Наташа, здесь все-таки мы говорим больше об упрямстве этого народа. Но опять же Бог их не оставил. И Бог им дал гарантию, что через 70 лет, как пророчествовал Иеремия, они все-таки выйдут оттуда. Поэтому сказать, что Бог оставил, нет, Бог их не оставлял. Я хотел немножко провести сравнение, что я не знаю, в какой период писал один из потомков Асафа, но если сравнить отношения двух людей, вот этого человека и то, как к этому относился Данил, возможно, они в разное время это писали. Данил, помнишь, когда он молится, он открыто признает, что мы согрешали, мы виновны, но ты был милостив к нам, ты был долготерпелив. И после того, когда Данил пишет, что он понял, что время их пленения подходит к концу, и Божье обещание должно исполниться. Здесь, знаешь, есть такой очень уникальный момент, на который я бы хотел обратить внимание. Вообще в целом, вот, допустим, если мы берем книгу «Исход», да, вот книга «Исход» чем нам запоминается? Вот чудеса, да, первое, второе, третье, да, вся книга полна чудес. Но вот что интересно, когда мы рассматриваем все эти чудеса, которые начинываются там конкретно, вот, с того, как Бог посылает уже Моисея, да, вот пойди в Египет, выведи, да, уже первые чудеса там мы видим, да, кровь, вода там, все это мы видим. Но что интересно, что все вот эти чудеса, весь этот вывод народа, который боксы, это всего там пару лет, вы знаете, вот период времени, это несколько лет, это не много, но это даже не десятки лет, это два-три года всего. А вот первая глава и вторая глава, где Бог вообще молчит, вот она занимает, если я не ошибаюсь, четыре столетия. То есть о чем вот книга «Исход»? Она говорит о том, что Богу намного труднее подготовить народ, чем совершить вот чудеса и вывести его, и спасти его. Богу очень легко все это сделать, ему намного труднее подготовить народ. И вот до притяжения четыреста с лишним лет он готовил народ, чтобы потом отправить Моисея. А то, что Моисей там сделал при помощи Бога, это всего пару лет, до два-три года. Поэтому Бог то, что молчит иногда, он не то, что молчит, а он просто готовит. Но в этот момент мы его не слышим. Ну а когда придет спасение, оно будет очень быстрым. Спасибо большое, что Вы осветили такой очень важный вопрос. Потому что когда человек находится в трудностях, и эти трудности вдобавок еще и длительны, потому что если ситуация быстро разрешима, это воспринимается по одному. Но если эти трудности затягиваются на какой-то период, то часто человек может попасть в такую черную для себя полосу, чтобы задавать вопрос. Я в этом промежутке, потому что Бог меня оставил? Вот, ну нету никакого просвета. И спасибо большое, что Вы ответили на этот вопрос. Сориентировали, что вот и книга псалмов, и ситуация, которую мы сейчас рассмотрели, она показывает, что даже когда человек виновен, как был виновен народ израильский, и он попал в такую сложную ситуацию, полностью разрушился весь дом, вся прежняя жизнь, он попал в абсолютно новую, не очень для них комфортную жизнь, но в этой ситуации Бог не оставляет их, потому что он продолжает их вести, поставляет пророков, выводит потом оттуда. Хотя народ по-прежнему опять. Да. Мы видим, Иезекель пишет о межзостях, которые, в принципе, вы творите уже, находясь в плену. Но вот интересно, вот вместе вот с нечестивыми людьми, да, вот Израиль отступил, но туда в плен попали еще благочестивые люди. Да. Даниил, вот это Вы помните, мы однажды говорили, да, когда приходит бедствие, оно, то есть оно невыборочное, то есть оно касается только нечестивых и обходит стороной праведных. Все пострадали, и Даниил со своими друзьями попали туда, и все остальные попали туда. Просто Бог своих знает. Ну что удивительно, Даниил никого не обвинял. Ну, кому ему обвинять? Нет, ну можно было же сказать, что, господи, ну я-то при чем? Я же закон твой не нарушал, никого не обижал, вдову там не обкрадывал. Вот, но и по какой твоей милости я вот теперь вот здесь нахожусь? Конечно, и тем более с ними, ну тоже не очень хорошо обошлись изначально. Мы знаем, что их, в принципе, оскопили, они были евнухами, потому что они находились у содержателя... Гарема. Да, Гарема, да. Некоторые здесь, правда, говорят, вот мы читаем, Патифар тоже был евнухом, да? Но у него была жена. Вы понимаете, не надо путать вот то время египетское, потому что тогда были семитские народы. Вы понимаете, что это гиксосы были? Гиксосы, они практиковали частичное обрезание. Но вавилоняне, ассириане, у них не было такого понятия частичного обрезания. То есть мы находим на барельефах исключительно только полное. Я говорю обрезание, не обрезание, извиняюсь, а кастрирование. Поэтому в данном случае не может быть речи о частичном кастрировании. Это практиковалось у семитских народов. Поэтому, а для евреев, в принципе, это вы знаете, да? Но это, ну это, как сказать, не честь, да, вот для еврея быть вот таким, да? И вот через все это прошли, по крайней мере, они вот, видишь, вот проходя через эти трудные ситуации, они все-таки держались крепко в Божьей руке. А это для них было бесчестие. Причем настолько, что они стали героями веры. Бесчестие для них это было. Для них это было бесчестие, да. И вот они же тоже могли бы подумать, а где Бог? Вот если Бог есть, ну мы что сделали? Мы же и на своей родине правдой служили нашему Господу. Вот с нами зачем все это постигло? Ну и вот интересно, что даже когда мы рассваиваем первую главу, вот написано, Бог впервые, он вступился, когда написано, Данил положил в сердце своем не оскверняться. Вот когда человек принимает конкретное решение, вот что бы ни было, я все равно останусь верным. Вот мы видим, что вот после этого как раз Бог начинает и действовать. Если человек сомневается, ну как получится, как пойдет, вот тогда уже немного не то, да. В любом случае мы видим везде, что Бог был с ними. Бог был со своим народом и в принципе Бог их вывел. Несмотря на то, что даже в той ситуации народ по-прежнему кадил своим богам. Спасибо большое, Костя, спасибо, Артур. Сегодня у нас очень сложная тема, потому что в основном все, о чем мы с вами сегодня говорим, оно касается человеческой боли. И когда такие ситуации в жизни человека происходят, самой большой опорой для него является именно присутствие Бога в его жизни. И так уж получается, мы же Господа не видим. Все, что мы можем, это мы ощущаем его через природу. Мы верим Библии, что она передает нам истинное представление о Боге, о добре и зле. Но наши ощущения о присутствии Бога в нашей жизни, они складываются именно из каких-то определенных обстоятельств, из которых мы можем делать выводы, что да, Бог одобряет вот это направление в нашей жизни, или одобряет вот этот наш выбор, или вот наши какие-то действия, потому что иначе мы, ну мы не понимаем иначе мнение Бога о той или иной ситуации, если прямо Библия не говорит, что вот это зло — это добро. Но какие-то моменты нашего выбора, нашего брака, нашей работы, наших каких-то взаимодействий мы как понимаем? Вот именно через какие-то обстоятельства, в которых Бог нам что-то подсказывает. И если в этих обстоятельствах каких-то особенно сложных мы не видим Божьего ответа, то очень тяжело оставаться стойким. Я помню, мне рассказывали одну историю о братьях, которые вот как раз, Костя, ты вспомнил, времена борьбы с верующими во время Советского Союза, и тогда очень многие люди проходили через чудовищные испытания. У них отнимали не только молитвенные дома, у них отнимали детей, многие садились в тюрьмы. И вот этот вот период, когда они были вот такими вот, ну действительно в определенной степени покинутые, и верующие люди говорили о том, что находясь в тюрьме, на них оказывали колоссальное давление. Постоянно приходили и говорили, вот, твои братья уже, подпиши отказ, потому что твои братья уже. И один из этих людей рассказывал, что для него была огромной поддержкой только тот момент, что он однажды услышал голос издалека своего брата. Понимаете? Насколько человеку необходима в такой ситуации поддержка? А вот если нет ответов на молитвы, если нет, то как понимать, что вот в этой ситуации Бог находится рядом с тобой? Тут, Наташа, только верой. Вот как Данил понимал или Иосиф понимал изначально, что Бог с ним? Вот как понимал? Вот оторвали Данила из родной семьи, из родного города, отвели. Сделали евнухами, как мы только что почитали. То есть одно бедствие идет за другим. Как он должен был понять, что Бог с ним? Или Иосиф. Взяли, продали сначала, потом попадает в Египет, потом попадает в темницу. Вот как он может понять? И вот здесь как раз именно вера играет решающую роль, потому что написано, что праведник в принципе веру спасется. То есть несмотря ни на какие обстоятельства, да, возможно, ты в этот момент ничего не чувствуешь. Возможно, ты молишься, ты не получаешь никакого ответа. Но просто здесь нужно верою отстоять, свои позиции, свое положение до конца. И я уверен, что в конце туннеля по-любому будет рассвет. То есть не может человек постоянно находиться в плохом состоянии и не может человек постоянно находиться в радостном состоянии. Всегда оно чередуется. Жизнь такая. То есть это какой-то интервал времени, какой-то период, который просто нужно верою пережить. И когда ты это уже переживешь верою, вот в данный момент у тебя разум, он отказывается что-то вот понимать, вот что происходит вокруг тебя. Но когда ты уже пережила это или пережил, да, и это остается уже вот как бы опытом прошлого, ты когда анализируешь, ты понимаешь, что все это служило в принципе как благу. Артур, ты хочешь сказать, что вот этот промежуток смятения, отмолчания, да, со стороны Бога, в этот промежуток человек может чему-то научиться? Да, но он не понимает. Он, возможно, в этот момент не понимает, чему он учится. Но в дальнейшем, когда он преодолеет, он пройдет, он когда будет анализировать уже эту ситуацию, он поймет, как многому все-таки он научился. Потому что мы уже сказали, вот книгу «Исхода», четыре столетия Бог готовил народ. А народ скажет, а как Бог-то изготовил, когда египтяне нас стесняли, нас плетью били, заставляли работать. Где Бог? А Бог, оказывается, готовил. Бог готовил Моисея в это время на протяжении сорока лет. И когда они вышли, они могли уже анализировать, и они анализировали, они прославляли Бога, который вывел их из земли египетской. А будучи в земле египетской, где Бог? Никакого Бога нет, мы не видим никакого Бога. А когда Бог спас, оказывается, Бог есть. И Бог готовил, готовил весь этот путь. Поэтому любой человек, который выходит из этой ситуации и будет анализировать, он обязательно чему-то научится. Он возьмет для себя важные выводы, важные уроки. В принципе, зачем это нужно было в его жизни? Человек, который пройдет шторм, никогда не будет прежним. Ты говорила, ставила вопрос о том, что Бог молчит. Но действительно ли Он молчит? Или, может быть, я не слышу? Я глухой, чтобы услышать этот голос. я думаю, что Бог не заинтересован в том, чтобы играть с нами в молчанку, чтобы мы жили в таком неведении и непонимании, как жить дальше или что делать сейчас. Наверное, Бог дает нам время, чтобы те голоса, которые звучали для нас и к которым мы прислушивались, они умолкли. Ты хочешь сказать, Костя, что Бог дает ответы? Просто, возможно, я сейчас жду какой-то другой ответ и не замечаю этого, да? Я сейчас жду какого-то решения, не такого, чтобы не так оно решилось, чтобы быстрее от этого избавиться, да? И вот эта вот моя направленность, она может в какой-то степени мне мешать услышать Бога? Может. Может. Поэтому Бог... Для Бога не составляет большого труда дать нам сейчас, но я, прости меня, опять вернусь, наверное, к опыту своей жизни. Могу сказать, что Бог иногда удерживает от нас что-то по той простой причине, что если Он мне это даст сейчас, а я, не имея опыта, как этим пользоваться, могу использовать это не во благо себе. К сожалению. Да. Я с этим соглашусь, Кость, но все-таки я думаю, что у Бога все-таки есть периоды молчания тоже. Есть периоды молчания, потому что они необходимы для того, чтобы закалялась моя вера. Потому что если всегда я все понимаю, всегда, то намного мне легче. Если я все понимаю, если я все вижу, если я все знаю, мне намного легче пройти этот путь. И, в принципе, слишком большой веры для этого не нужно. Вера нужна тогда, когда ты не понимаешь, что происходит. Но благодаря вот этой вере, несмотря ни на что, ты проявляешь верность Богу. И вот после этого Бог, скорее всего, красивым образом как-то ответит. Я тоже соглашусь. Спасибо большое. Есть еще один момент. Он описан в 41-м псалме. Давайте мы откроем и зачитаем первые четыре текста. Он небольшой, сам псалом, но всего первые четыре текста. Давайте со второго по четвертый. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Смотрите, вот этот вопрос, он задан среди большой боли и слез. Вот человеку и так плохо. Он описывает, что душа рвется к тебе, и вот слезы мои кормят меня, а меня окружают люди, которые смотрят на мое вот такое состояние, на такое мое положение сегодня, и спрашивают, а где твой Бог вот в таком твоем состоянии? И я бы хотела, чтобы в конце нашей беседы мы вот этот момент именно рассмотрели. Представили то, в каком состоянии находился этот человек, что он мог испытывать от такого колоссального, но фактически это не упрек, это удар. Нельзя сказать, что его подковырнули, его ударили. Вот что можно на такой вопрос в такой ситуации ответить? Сложно сделать вывод, какой из этого. кто задает этот вопрос? Либо человек, который придерживается других религиозных взглядов, или вообще которого не является верующим человеком, если о сегодняшнем дне говорить. Либо это другой вопрос, тогда, когда это задает твой единоверец. Если вспомнить историю Даниила, помнишь тогда, когда его, скажем так, как коллеги сказали, мы найдем предлог обвинить до Давида, и этот предлог найдем в законе Бога его. То есть попробовали создать такую ситуацию, при которой можно было бы сказать, ну давай посмотрим теперь, где твой Бог будет, защитит он тебя или нет. В конечном итоге царь сказал, я знаю, твой Бог тебя защищает, и я знаю, что ты там находишься. Бог, которому ты служишь, да, пусть защитит тебя. Пусть тебя защитит. Это одна ситуация. В данной ситуации мы видим, что единственным, наверное, верным и правильным ответом, который Даниил сделал, он просто продолжал молиться, и все. И Бог вступился за него, показал свое присутствие в его жизни. Другая проблема, если этот вопрос задают тебе твои же единоверцы, где Бог твой, как бы этим показывает, ну, ты же столько в своей жизни накосячил, что ты теперь, скажем так, собираешь все теперь, а ты нам говорил о том, что вот, Бог твой живой, ну, давай теперь посмотрим, какой твой Бог. Друзья Иова. Да. В случае с Иовом, да, Иов пытался, как бы, оправдать и Бога, действия Бога. Вот. Это непростой вопрос, который ты задаешь, как нам ответить. Совет можно дать, но как я поведу себя в той или иной ситуации, сложно сказать. Хотелось бы остаться верным Богу и поступить правильно. Но поступлю ли я, я пока не знаю. Здесь, знаешь, какой момент, Наташа. Я бы все-таки, конечно, когда вот мы что-то хотим, ну, вот, провести проекцию вот на нашу уже и современную, да, мы, в принципе, должны понять вообще Псалом о чем, да, чтобы вот разобраться вот с ситуацией, которая была вот в этом Псалме, чтобы можно было, скорее всего, грамотнее это уже соотнести, вот, скажем, с нашим современным веком, когда мы рассмотрим вообще 41-й Псалом, во-первых, это тесная параллель со 40-м Псаломом, то есть это как бы, если так взять, это как бы одна и та же молитва идет, вот 40-й и 41-й, да, и вот смотри, здесь, естественно, речь идет о Давиде, и исторически это та ситуация, когда он убегает от Ави Салома. Даже вот 41-й Псалом можно разбить на две части, и эта часть вот завершается, вот шестой текст, что унываешь ты, душа моя, и что смущайся, да, то есть это первая часть, он там что-то рассказывает, и в конце говорит, что ты унываешь, и дальше он опять что-то рассказывает, и 12-й стих, то есть конец этого Псалма, опять, что унываешь ты, душа моя, и что смущайся, и мы видим у него здесь две проблемы, первая то, что он не может идти в храм Божий, потому что он скитается, ну и вторая, вот как раз вот эта погоня Ави Салома, в принципе, за Давидом. И вот здесь вот надо, мне кажется, вот прежде всего задать вот такой вопрос самого себе, а почему говорят, что где Бог твой, а где Он на самом деле, может ли быть проблема во мне, или нет? Не всегда, мы это уже сказали, иногда Бог допускает трудности в жизни человека, чтобы просто проверить его веру, но в таких ситуациях ничего не надо доказывать, ничего не надо объяснять, потому что люди видят, что ты человек праведный, просто отстаиваешь свои принципы, свою веру, ну и за это страдаешь. Но с другой стороны, когда мы берем Давида, например, мы знаем, что Псалмы, во-первых, это песнопения, которые уже стали, и вот в русской Библии нет такого понятия, но в оригинале есть такой термин, такое слово, оно называется сэла. Сэла – это музыкальная пауза. Вот, допустим, играет музыка, там поет, и раз пауза. В духовном смысле, вот эта сэла, богословы, тоже так считают, она используется для того, чтобы вот, когда ты что-то произносишь, вот нужна пауза, чтобы ты обдумал, а что ты говоришь. Вот, например, если мы рассматриваем третий Псалом, он, в принципе, очень похож. Вот на этот Псалом, вот смотри, вот третий Псалом, вот как раз второй и третий стихи. Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня. Многие, говоря, души мои, нет ему спасения в Боге. И вот Давид удивляется, да, вот зачем? Вот зачем говорят вот такие вещи, да? И вот интересно, что в третьем Псалме, вот после этого, вот идет вот эта сэла, пауза. И эта пауза, она призывает тебя задумываться. А вот теперь давай все-таки проанализируем, а была ли все-таки вина Давида в какой-то мере, вот в том, вот то, что его постигло здесь или нет. Или он абсолютно такой праведный был, чистый был, и вот это все его постигло. Вот когда мы рассматриваем, я уже сказал, сороковой и сорок первой Псалмы, это как бы один Псалом. Да и вот смотри, десятый стих сорокового Псалма написан, «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Мы знаем, что в мессианском смысле здесь речь касается Иуды. Но тот, кто писал это, и при его жизни такое было, был такой человек. И этим человеком был Ахитофел, который предал Давида и перешел на сторону Ави Солома. И теперь вот такой вопрос, а зачем все его предали? Вот зачем Ахитофел его предал? Была ли вина вообще Давида в этом? Вот как вы думаете? А в чем? Вот что он сделал Ахитофелу такое? Ну, Ахитофел был дедушкой Версавии. Ахитофел был дедушкой Версавии, мужа которого он убил. Второй вопрос. Хотя он был дедушкой не по линии мужа. Ну, в любом случае, он был дедушкой Версавии. Следующий вопрос. А почему Ави Солома стал? А потому что, когда изнасиловали его родную сестру, Давид почему-то никак не отреагировал. И вот говорить, какой плохой Ави Солом. Конечно. Мы не говорим, что он хороший, что он порядочный, что он праведный. Но, с другой стороны, во всех этих событиях, которые произошли в жизни Давида, немалая часть дегтя лежит именно на нем. То есть он где-то сам вот эту кашу всю сварил. Да. Конечно. Поэтому вот каждый человек должен задать себе такой вопрос. Вот обо мне вот такое говорят. Где твой Бог? А на самом деле, а может, может, я где-то что-то не то сделал? Не всегда. Я не говорю, что это всегда так. Но подумать об этом, в принципе, стоит. Если очень серьезно подумать, то вполне возможно, ты можешь где-то и найти свои вот эти промахи, которые ты допустил вот в этой ситуации. Поэтому это все тебя постигло. Я не помню точно, в какой книге Библии записан этот текст, но постараюсь процитировать его наизусть. Не спеши обижаться, когда злословят тебя, потому что ты и сам Экклезиас, потому что ты и сам злословил с другого. Это точно. Да, оно, возможно, не совсем применимо, потому что здесь трагедия гораздо глубже. Но этот текст говорит о том, что иногда проблему ты можешь сам создать себе. Но опять-таки, Давид, имея такую колоссальную проблему, он был глубоко убежден, что он все равно находится рядом с Богом, и Бог находится рядом с ним. Да, Наташа, здесь очень важный момент, на который я бы просто хотел обратить внимание. Несмотря на то, что вот эти все последствия коснулись Давида, Бог его простил. Потому что через Нафана Бог ему сказал, грех снят с тебя. Но то, что Бог тебя прощает, это не означает, что ты не понесешь наказание за то, что ты совершил. Последствия. То есть то, что человек несет последствия сегодня, это вовсе не означает, что Бог его не простил. Вот я это хочу. Это очень важный момент. То есть ты можешь нести вот эти последствия, но при этом ты раскаялся, ты покаялся, и Бог тебя простил. Но прощение не означает, что ты также ограждайся от... Как ты говорил уже, просто человек разделяет, может разделять трагедию вот этой территории. Например, в тех странах, где сейчас идут военные действия, ведь на этих территориях огромное количество верующих людей, но они просто разделяют ту трагедию, которая сейчас происходит на той или иной территории. И здесь может быть точно так же. Да, просто, ну, случилось какое-то горе. А может быть, эта сумма каких-то событий, которые человек сам создал в своей жизни. И очень важно, чтобы он прошел вот эту вот долину смертной тени с Богом, потому что тогда он сможет проанализировать и свою прошлую жизнь, и вынести колоссальный опыт из вот этого вот горестного путешествия. Если, конечно, человек останется рядом с Богом. У меня вопрос. Можно, Артур, тебе задать? Да, конечно. Когда ты говорил о 41-м псалме, о четырех текстах, ты сказал, что это случай из жизни Давида. Да, 40-й и 41-й, да. Да. Но вот 41-й псалм, в отличие от 40-го, начинается тем, что 40-й это псалм Давида, а 41-й, что это учение сынов Кореевых. Это одно и то же. А, Костя. Сыны Кореевы это не означает, что это авторы. Корей, мы знаем, да. Сыны Кореевы это, в принципе, левиты, которые во времена Давида совершали служение в храме, то есть они занимались хоровым служением. Поэтому, когда здесь написано сынов Кореевых, это не означает, что они авторы вот этого псалма. Это означает, что вот этот псалм передан им для музыкального оформления. То есть они занимались музыкальным оформлением, то есть они занимались хористикой. Но они не являются авторами псалма. Спасибо, Артур. Пожалуйста. Спасибо большое. У нас сегодня была для меня очень сложная беседа, потому что очень болезненные вопросы, я думаю, для многих людей болезненные вопросы. Спасибо большое за те ответы и за эту приятную беседу. Тебе тоже спасибо. Когда я готовился к этой теме, я некоторыми вопросами поделился с одним моим хорошим знакомым в церкви, и когда он узнал, какие темы будут подниматься, и мы когда рассуждали, он говорил, что сказал, если бы мне предложили участвовать в этой записи, я бы отказался. Потому что для меня, говорит, это довольно сложно и непросто об этом говорить. Поэтому, дорогой друг, я знаю, что в жизни каждого человека, сказавшего Богу «да», те вопросы, которые мы сегодня поднимали или обсуждали, они всегда вставали в вашей жизни. И для кого-то из вас это, возможно, очень непростая тема и болезненная. Если в наших рассуждениях мы, может быть, в своих высказываниях для вас что-то было, прозвучало как непонимание или оскорбительное, пожалуйста, простите нас, мы заранее просим прощения у вас, но, поверьте, в жизни каждого из нас, присутствующих в этой студии, мы прошли очень непростые времена в своей жизни. И у каждого из нас были переживания, о которых мы говорили, когда нам казалось, что Бог уже не с нами, когда нам казалось, что Бог не хочет с нами общаться, но прошло время, мы все равно продолжали обращаться к Богу, потому что желание обращаться было всегда, и вы понимали, что Бог идет всегда рядом с нами, так же, как и с вами. Если вы сочтете нужным, что наши рассуждения кому-то помогут понять лучше Бога или найти ответы в своей жизни, в ответы в процессе Богопонимания, поделитесь этим видео, мы будем признательны вам, что истины, которые необходимы будут людям для них, они окажутся вовремя и в своем месте. Всего доброго вам, до следующих встреч с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok